Главу банковского отдела ФСБ Черкалин обвиняем в получении взяток, сдал бывший владелец Югры Хотин. По сведению РБК, именно после его показаний в апреле задержали полковника-миллиардера, которому банкир якобы три года платил за покровительство. Так называемый полковник-миллиардер, глава банковского отдела ФСБ Черкалин, был задержан после обвинительных показаний бывшего владельца Югры Алексея Хотина. Банкир якобы рассказал, что три года платил офицера за покровительство, утверждают источники РБК. Хотя адвокат Хотин Игорь Мардисов заявил, что банкир никогда не придавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов, в том числе ФСБ, и поэтому не мог отдавать таких показаний. Вот что он сказал о моей коллеге Марии Локотецкой. Это какие-то домыслы и какая-то абсурдная ситуация, потому что Алексей Юрьевич никому никаких денежных средств не передавал, или каких-то там действий не производил, с какими-то госчиновниками. Тем более сотрудниками ФСБ какая-то провокация, скорее всего. А пока позиция вашего подзащитного по делу, по которому проходит именно он... Знаете, я пока не буду комментировать. Не комментирую? Я пока не комментирую. Ну, он вообще дает какие-то показания или не дает вообще по делу? Ну, вы знаете, я пока не буду комментировать это все. Это был Игорь Мардисов, адвокат Хотина. Как часто банкам приходится вступать в подобные отношения с правоохранителями? В продолжении темы Натальи Шашина. Бывшего владельца Югры Алексея Хотина, подозреваемого в выводе активов, поместили под домашний арест в середине апреля. И, как описывают источники РБК, для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ. И он понял, что нет нового выхода, как рассказать все. И якобы рассказал, что три года платил Черкалину, как главе банковского отдела управления КССБ, за покровительство и притормаживание уголовных дел. Конкретные суммы неизвестны, но некоторые выводы о масштабах деятельности Черкалина можно сделать из того, что в квартирах его и его коллег нашли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей. После ареста Алексея Хотина журналисты были очень удивлены невиданно мягкими условиями, вспоминает судебный обозреватель Бизнес-ФМ Мария Локотецкая. И теперь завеса этой тайны приоткрывается. Подозреваемому было запрещено выходить из своей квартиры только в ночное время, а днем ему разрешили покидать жилище, то есть он может свободно передвигаться по городу, заниматься своими делами. И, кстати говоря, об этом попросило следствие, это не была инициатива суда. Тогда мы все терялись в догадках, журналисты были поражены. Ну, теперь понятно всем, где собака зарыта. Обычно, кстати, банкирам избирают довольно жесткие условия домашнего ареста. Они не могут никуда выходить, иногда спросят разрешить им прогулки хотя бы два часа в день. Многим, кстати, суды в этом отказывают, в прогулках, в том, чтобы просто самому походить покупать продукты. Собственно, им приходится крутиться, как они могут, то есть они заказывают еду по интернету. А в данном случае, вот, собственно, Алексею Хотину разрешили все, только спать он должен дома. Отматывая назад ситуацию с Югрой, складывается такая картинка. Беспрецедентный по масштабу крах банка. Но Хотин ни от кого не скрывался. ЦБ шесть раз просил правоохранителей обратить внимание на возможный вывод средств. Но почему-то эти попытки не давали результата. Хотина задержали только спустя два года, этой весной. Покровительство со стороны силовиков за деньги – история нередкая. В том числе потому, что выходцы из структур переходят в службы безопасности банков и финансовых организаций. Говорит общественный полномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Когда возникают какие-то неприятные ситуации, связанные с уголовным преследованием, связанные с возникновением проблем, бывают и с конкурентами, то обычно руководитель службы безопасности, ключевые сотрудники предлагают вариант взаимодействия, рассказывая о том, что это позволит исключить какое-то текущее уголовное преследование, и отладить взаимоотношения в будущем, которые позволят работать более спокойно. Соответственно, люди где-то с периодов 90-х, когда все сидели под различными криминальными структурами, начали перестраиваться в новую модель. Это модель взаимодействия с силовиками. И, по сути, это схема, которая работает с начала 2000-х. И, на взгляд многих банкиров, наверное, является наиболее эффективной. При этом они недооценивают фактор того, что свою работу начальники службы безопасности в этих банках видят как работу временную, а взаимодействие со своими коллегами как некую постоянную стабильную историю. Сами банкиры говорят, что с такими ситуациями не сталкивались. Или их коллеги не хотят откровенничать на этот счет. И подобные отношения с правоохранителями скорее могут принести не пользу, а проблемы, говорит экс-глава совета директоров МДМ-банка, председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. Об этом, конечно, никто никогда не говорит. На самом деле, это отношения, которые, как правило, в конечном счете никакой пользы не приносят. То есть это, может быть, кажется временно, что это что-то даст развитию бизнеса или защитит от проблем. На самом деле, это прямой путь к проблемам, как я вам точно могу сказать. В таких крупных и видных структурах, как Альфа-Банк, такое представить невозможно, говорит первый зам предсовета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев. У экспертов есть и такая версия, что найденные 12 миллиардов – это деньги некой бизнес-структуры, предназначенной для обналичивания. Это подтверждают ходившие на рынки разговоры, что эту сферу крышевали отдельные сотрудники ФСБ. Даже бытовала шутка, что пока этим занимались сотрудники полиции, процент обналички был ниже, а рост комиссии по неофициальной обналичке в последние годы связан с тем, что сменилась крыша, которая стала более алчной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес.ФМ. Информирован ли Владимир Путин» на деле Черкалина ответил, что президент регулярно получает доклады о наиболее значимых и резонансных фактах коррупции. И подчеркнул, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства и все чины без разбора.